Всем привет! Меня зовут Живанова Светлана, я зовут Чикошек по роду Пикси Боб. И сегодня мы с вами поговорим о той ситуации, когда иногда у животных послабляется стул. Владельцы, естественно, начинают паниковать и не знают, что с животным происходит. Одной из причин такого послабления стула могут быть простейшие, в том числе лямбли. Что нужно сделать в домашних условиях, чтобы не бежать ко врачу сразу? Я вам расскажу. Препараты Форзолидон, Метранитазол и МакМерор. МакМерор, пожалуй, дорогой препарат, но неплохо очень работает. Посмотрите, эти достаточно недорогие препараты. Видите, больше 100 рублей, 150 рублей. Этот препарат достаточно дорогой, но эффективный достаточно тоже. Конечно, этих лямбли нужно попробовать протравить. Для этого используются препараты. Препарат, один из которых, вот такой препарат, для собачек, не пугайтесь. Называется он Дронтал Плюс для собак. Я использую для мелких собак, потому что дозировки маленькие. Чем он отличается от кошачьего? В кошачьем препарате Дронтал, он тоже хороший препарат, но в кошачьем препарате нету фибантела. Это вещество, которое помогает избавиться от лямбли. В собачьем Дронтал Плюсе такой препарат, фибантел, вещество находится. Вот оно, видите, лямбли тут нарисованы. Оно находится, поэтому сначала мы животное протравливаем вот таким препаратом. Возможно, послабление стула исчезнется через 2-3 дня. Если такое не происходит, то есть еще несколько препаратов, которые используются для лечения простейших. Дронтал Плюс. Обратите внимание, он для собак, но здесь находится фибантел. Дронтал, препарат, который помогает убивать лямблии. В кошачьем препарате Дронтал такого вещества нету, соответственно, он не будет помогать. Берем вот такой препарат для мелких собак, и он хорошо подходит и для кошек. Первое лечение, которое проводит один из вариантов, да, это человеческий препарат, называется он метронидозол. Он бывает жидко и в таблетированной форме. Чаще всего использую я в таблетированной форме, если нужно. Дается он из расчета 22-25 микрограмм на килограмм, два раза в день, 5-7 дней. За это время у вас все должно нормализоваться. Далее следующий препарат есть фурозолидон, тоже человеческий препарат. В аптеках продается его, дают 4 МГ на килограмм веса, два раза в день, 7-10 дней. Как правило, реакция уже видна на 2-3 сутки точно с фурозолидона. Но иногда бывает, что аллергические реакции на него есть. Поэтому, когда будете давать, будьте осторожны, осмотрите, как ведет себя животное. И еще есть такой препарат, называется он МакМирор, тоже человеческий. Он достаточно дорогой препарат. Но, как говорит наш паразитолог Коняев Сергей, что, пожалуй, это один из самых лучших препаратов на сегодняшний день в практике. Проявил себя очень хорошо. Дают его из расчета 10-15 МГ на килограмм веса животного два раза в сутки, неделю. То есть за неделю вы увидите результат. Я на своем опыте пробовала этот препарат. Дозировка у меня была чуть больше. То есть я индивидуально подбирала дозировку для животного. Результатом была довольна. Сейчас я пробегусь по своей лекции, которая была в семинаре у паразитолога Коняева Сергея. И он нам давал схемы. Вот что он говорил. Фенбензадол. Фенбензадол. Это малоэффективный препарат у кошек. Но если вдруг он у вас есть и вы хотите попробовать, то его дают 50 МГ на килограмм один раз в день, пять дней подряд. Препарат Фибантел. То, что я вам рассказывала, который находится, допустим, в Дронтале, он находится и в других листогонных препаратах. Чаще всего в собачьих. Я забыла, как называется, как это называется. В общем, смотрите состав. Кошкам вот это вот Фибантелло в таблетке. Именно вещества вот этого должно быть 56,5 МГ на килограмм. То есть вы должны рассчитать, что на килограмм должно быть именно вот этого Фибантелло 56,5 МГ на килограмм. Дается один раз в сутки пять дней. Далее про метронидозол я вам уже рассказала. Есть еще препарат такой Тинидозол. Дается он из расчета 30 МГ на килограмм в семь-десять дней. Тоже дается один раз в сутки. Замена МакМерору это Нифурантел. Тоже дается так же, как МакМерор. Десять-пятнадцать МГ на килограмм. Два раза в сутки семь дней. Есть еще такой препарат Альбендозол. Двадцать пять МГ на килограмм. Два раза в день, два дня. Не безопасен. Ну вот, пожалуй, все, что касается именно Лямбли. И именно того, с чем мы сталкиваемся, когда Лямбли проявляет себя как послабление стула у котят или у взрослых. Надеюсь, эта информация для вас была полезной. Ставьте лайк, подписывайтесь. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok